В Москве сегодня проходит совещание послов и постоянных представителей России. Основными темами обсуждения станут вопросы защиты национальных интересов, укрепления международного сотрудничества. Накануне совещания интервью нашему каналу дал пост предроссии при ОБСЕ Андрей Келлин. Андрей Владимирович, сейчас одна из главных тем для международных организаций, это, конечно, события на Украине. Несколько дней назад там были освобождены наблюдатели ОБСЕ. Пожалуйста, расскажите зрителям или даже скорее напомните, сколько всего наблюдателей организации сейчас находится на Украине, чем они там занимаются и в каких условиях им приходится работать. Да, действительно, вы правы по всем параметрам. Украина – центральная тема, без сомнения, сейчас и для ООН, и для ОБСЕ, для целого ряда других международных организаций. На ОБСЕ выпал, наверное, вот этот груз вести конкретную работу по конфликтному урегулированию, чем организация не занималась несколько лет, действительно, наверное, всерьез со времен балканского кризиса. Сейчас порядка 300 наблюдателей находятся на территории Украины вместе с водителями, переводчиками и так далее. Эта цифра достигает где-то 350-370, она варьируется. Российских наблюдателей сейчас там где-то 12-14 человек, я говорю примерно, потому что двое находятся на оформлении, но мы рассчитываем увеличить количество россиян, поскольку они выполняют очень полезную и нужную там работу. После освобождения вот этих двух групп наблюдателей, которые находились в качестве заложников более месяца, мы надеемся, что миссия будет быстро наращиваться. Нынешнее решение предусматривает ее увеличение до 500 человек. Трудно было приглашать людей работать в миссию, зная, что они могут оказаться в чрезвычайно трудных ситуациях, оказаться заложниками, оказаться ранеными или даже убитыми действительно. На это никто не рассчитывал, но тем не менее, мы за то, чтобы миссия работала, чтобы количество мы могли быстро нарастить, особенно в восточных областях, где обязательно нужны нейтральные глаза, которые посмотрели за тем, что там происходит. Вы ранее говорили, что потенциал миссии УБСЕ на Украине используется не полностью. Как его можно укрепить? Чем еще могут заняться наблюдатели? Конечно, нет пределов совершенству, без сомнения. Всегда можно упрекнуть, что можно еще что-то сделать. Но, во всяком случае, даже мирный план Порошенко, он был проанализирован, и мы пришли к выводу, что практически по всем его параметрам миссия могла бы проводить дополнительную работу без изменения мандата и без существенного укрепления. Это означает и разоружение, особенно таких полувоенных формирований, вплоть до амнистии, наблюдения за военной обстановкой, суды, которые там состоятся, амнистия. Вот весь необходимый спектр проблем, который там заложен по деэскалации, собственно, это те же мероприятия, которые предусматривал план швейцарского председательства. Это идет от деэскалации ситуации военной до результатов межнационального диалога, который должен закончиться конституционной реформой. Во всем этом есть роль УБСЕ, без сомнения. И на данный момент мы имеем целый, достаточно богатый инструментарий со стороны УБСЕ. Там работает не только миссия, но и специальные представители швейцарского председательства, и специалисты по линии Гражданского бюро-демократических институтов и правам человека, по национальным меньшинствам. Есть тройка сопредседателей, которые занимаются толерантностью, религиозной, например, терпимостью. Все это сейчас необходимо в нынешней кризисной ситуации на Украине. А можно ли назвать миссию УБСЕ на Украине объективной и независимой? Она должна быть таковой по своему статусу. Объективной и независимой, но всегда есть человеческий фактор. Во-первых, он заключается в том, что миссию приглашают киевские власти, и именно с Киевом о миссии подписывает меморандум о взаимопонимании документы, на основе которого работают. А это все гарантия безопасности, это снятие налогов с технического оборудования, машин, компьютеры и так далее. Но самое важное здесь, конечно же, гарантия безопасности. Это то, что украинские власти должны были гарантировать безопасность наблюдателя. В том числе этого не получилось, помните, на более ранней стадии, когда военные наблюдатели попали в заложники в Словенске. Этого не получилось и сейчас, когда две группы по четыре человека находились в сложных условиях на территории Восточной Украины, тоже в качестве заложников. А может ли УБСЕ способствовать созданию гуманитарного коридора на юго-востоке Украины? Гуманитарный коридор как таковой, на мой взгляд, он работает. Через него перемещаются беженцы. Другое дело, что правительство Украины, вернее, в плане Порошенко, предусмотрено также создание гуманитарных коридоров. Но это такая декларативная была поставлена задача. Имелось в виду, что беженцы смогут выходить через коридоры внутрь Украины. Это происходит, но с большим трудом, насколько я понимаю, трудно пройти через блокпасты. Через те же КПП, которые сейчас находятся в руках ополченцев, где, с одной стороны, изварены, другие находятся ополченцы, а с другой стороны, российские пограничники, идет большой поток беженцев. Об этом всем известно, и какого-то либо наблюдения, либо следить за этим, либо контролировать, я, собственно, не вижу необходимости. Не раз в российском МИДе подчеркивали, что ОБСЕ должна играть одну из ключевых ролей в разрешении украинского кризиса. А что еще организация делает и может сделать, помимо работы миссии наблюдателей? Вот я начал об этом говорить, о том инструментарии, который есть в распоряжении ОБСЕ. Наблюдение за обстановкой в сфере безопасности – это лишь одна небольшая часть этого дела. Организация может выполнять все другие части плана мирного подеэскалации. Это договоренность об освобождении зданий, здесь ввести непосредственно переговоры, это происходит, кстати, так на Майдане освобождалось одно из зданий, в этом участвовали швейцарцы и другие. ОБСЕ, освобождение зданий, значит, переговоры. ОБСЕ занимается, собственно, и переговорным процессом сейчас, поскольку контакты непосредственно между киевскими властями и представителями Донецкой и Луганской республики, они идут при посредничестве спецпредставителей ОБСЕ, швейцарки, замечательного дипломата Хайдита Льявини. Это одна сторона. Межнациональный диалог также организовал вот эти круглые столы, которые сейчас вскоре будут возобновлены, также они ведутся при посредничестве ОБСЕ. Да и сам мирный план, вот план действующего председателя швейцарского президента Бургхальтера, это план ОБСЕ. Он обсуждался как раз во вторник, когда была встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Швейцарии в Вене, была интереснейшая беседа. Это один аспект, вот вопросы урегулирования. Другой аспект, это, конечно, наблюдение за соблюдением прав человека. Там журналисты, это то же самое, у нас есть, вернее, в ОБСЕ есть спецпредставитель по свободе средств массовой информации Дуни Миятович, который активнейшим образом следит за случаями нарушения прав журналистов, и уж я не говорю о трагических историях с убийством журналистов, но когда российских не пускают журналистов на Украину, она пишет письма во все инстанции, что называется, от президента Украины до и дальше по линейке для того, чтобы этого не происходило. Здесь много функций, но потом предстоит постконфликтное регулирование, когда все это закончится, и здесь тоже будет большая роль ОБСЕ, конечно. Андрей Владимирович, что отличает ОБСЕ от других международных организаций? В чем актуальность этого формата? И чем для России важно представительство ОБСЕ? У нас сейчас немножко подзабыли эту тему. ОБСЕ, она была очень актуальна в конце 90-х особенно. Отличает ее, во-первых, огромный охват. ОБСЕ включает сейчас 57 государств на трех континентах. США, Канаду и значительную часть Азии. Недавно приняли Монголию в прошлом году в состав ОБСЕ. Это крупнейшая региональная организация после ООН. То есть ООН как бы делегирует свои полномочия региональным организациям. Вот она ее делегировала ОБСЕ заниматься фактически всем северным полушариям. К тому же есть еще страны-партнеры. Это Япония, Таиланд, тут целый ряд, весь Магриб, Алжир, Тунис, Марука, Египет также являются партнерами ОБСЕ. Поэтому по охвату это самая большая региональная организация в мире. Плюс ее преимущество в том, что она занимается вопросом безопасности в комплексе. Здесь есть жесткая безопасность, это ограничение вооружения, контроль над вооружением, все это связано. Есть вопросы гуманитарные, права человека, все, что касается безопасности в сфере прав человека. И вопросы экономической безопасности. Они сейчас в меньшей степени развиты, она более занимается прикладными темами. Коррупция, скажем, водная безопасность и так далее. Но это очень перспективная тема, и я уверен, что в ближайшее время ОБСЕ всерьез займется и экономикой тоже. Вот эта комплексность плюс очень широкий охват делают эту организацию достаточно эффективной. В ней есть и урегулирование конфликтов, как вы видите сейчас целую массу всего. А роль России ОБСЕ? Роль России ОБСЕ весьма важна, поскольку Россия имеет равноправный голос в этой организации. Это сильно отличает ее от, например, отношения России и НАТО, где у России нет равноправного голоса в Совете на это, к сожалению. Там сколько мы не делали эти конструкции, основополагающие акты, Римская декларация, я сам в этом участвовал. Но до конца иметь такие же права, как имеет член Совета НАТО, к сожалению, в России у них нет. Нету это у нас и в Европейском Союзе. Мы там выстраиваем специальные модели, но, к сожалению, такого равноправного голоса, он есть у нас только в Совете Безопасности по существу, в Совете Безопасности ООН. Россия крупный игрок ОБСЕ и очень важный игрок, и от нее зависят очень многие решения. Наше мнение там высоко ценят, и без нас, я вам совершенно здесь ничего не преувеличиваю, практически ни один вопрос не решается. Спасибо за вашу оценку. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.